МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! А вы знаете, какой нынче гость пошел? Нынче гость пошел привередливый, просто вкусным шашлыком гостеприимному хозяину его и не взять. Каждый раз приходится придумывать что-нибудь новенькое. И для того, чтобы приготовить сегодняшний шашлык, мне понадобится не просто мякоть, а мне понадобятся бараньи ребрышки. Вот именно с них-то мы и начнем. Совсем уж грудинку-то отрубаем. А вот ребрышки важно оставить подлиннее. Нам понадобятся ребрышки как длинные, так и коротенькие. Дело в том, что сегодня мы готовим шашлык, который называется «Пять пальчиков». Вот представьте себе, 5 шампуров, а на них нанизаны полоски мяса. Ну и для того, чтобы полоски мяса как-то держали, как-то удерживались вот на этом веере, нужно какой-то каркас вот в виде этого каркаса, а ребрышки-то наши, и сработают. А остальное мясо мы возьмем из задней ноги барана, мякоти там больше всего, поэтому будет очень удобно нарезать мясо такими полосками, которые нам необходимы. Раз мы взяли ребрышки разной длины, то и куски мяса тоже должны быть разной длины. Кстати, я не сказал, он самого главного. Этот шашлык можно готовить не только из баранины, его можно приготовить еще и из свинины. Чем мы сейчас и займемся. Посмотрите, отменный кусок свинины, очень много мякоть, вот здесь на нарезок полосок проблем и не будет. Обратили внимание, что свинину я нарезал несколько потолще, чем баранину. Ну, таково уж свойство этого мяса. Ну, наверное, каждому понятно, что сначала нужно какое-то коротенькое ребрышко. Один шампур посередине, другой шампур вбок, третий шампур, наверное, пройдет и четвертый. Посмотрите, похоже на ладонь? Похоже. А теперь этот кусочек мяса мы отводим на самый край шампуров, для того, чтобы нанизать следующий кусочек. А следующий кусочек мяса мы возьмем примерно равный, ему по длине, и точно так же постараемся нанизать на все пять шампуров одновременно. Еще один кусочек, чуть-чуть длиннее, и точно так же. Ну что, все ли здесь понятно? Ребрышко, несколько кусочков мяса, ребрышко, несколько кусочков мяса, и так до самого победного конца. Вот оно как получилось. Основой нашего варинада будет лук. Но помимо лука мы добавим сюда еще очень много специй, и, как бы вас не удивляло, добавим сегодня и уксус, и масло. Лук понятно зачем. Луковый сок размягчает мясо. Для того, чтобы лук выпустил достаточно сока, мы добавим к луку крупной соли и потолчем его. Я освободил кардамон от шелухи, растер его в маленькой ступке и добавил к луку. Красный перец сладкий, красный перец попросту, попросту говоря, паприк. Я возьму ее примерно столовую ложку, хотя сегодня я отмеряю все руками. от острого перца. Острого красного перца я возьму совсем чуть-чуть, может быть, с пол чайной ложечки. Непременно, очень щедро я добавлю кориандр и совсем немного моей любимой зиры. Теперь мы это все тщательно растираем, растираем до практически однородной пасты. И сейчас я добавлю в этот маринад уксус. Я вам объясню, почему я категорически противник уксуса в шашлыке, на этот раз уксус добавляю. Дело в том, что мясо мы взяли не такое, которое обычно идет на шашлык, а мясо мы взяли, которое предназначено скорее для тушения, для варки, для долгого приготовления. Поэтому для того, чтобы его размягчить, я использую немного уксуса. Вот и взял я хороший винный уксус, я осторожно немного добавляю, буквально 2-3 столовые ложки. Зато я сдобрю этот маринад еще и хорошим маслом. Хорошее масло пригодится для маринада. Вот поверьте, маринад, который содержит масло, срабатывает лучше, потому что в масле специи лучше раскрываются. А вот теперь я беру кисточку и просто-напросто смазываю нашим маринадом весь наш шашлык. То есть вот какое удивительное дело. Обычно шашлык сначала маринуют, а уж потом нанизывают. А в этом шашлыке все наоборот. Сначала его нанизывают, а уж потом смазывают маринадом. Сейчас я объясню, почему. Вы видели, с каким трудом я нанизывал эти полоски мяса сразу на 5 палочек. Попробуйте их нанизывать, когда они уже намазаны таким вот густым маринадом. Все готово, но не торопитесь разводить уголь. Оставьте этот шашлык промариноваться хотя бы 3-4 часа, но ни в коем случае не дольше. Дело в том, что уксус только в первые несколько часов размягчает мясо, а дальше он мясо начинает буквально дубить. Мясо от него грубее, становится безвкусным. Поэтому 3-4 часа и на мангал. Уголь готов. Мясо замариновано. Осталось только пожарить. Но перед жаркой еще один штрих. Я посыпаю наш шашлык, это не специей. Это такая особая крупа, готовящаяся из теста, называется кускус. Ну вот можно взять, знаете что, мелкодробленную пшеницу. Можно взять даже какую-то, если вот крупную манку, тоже можно взять. Можно взять дробленую кукурузу, чем угодно. Нет ничего, ну хорошо, сухари, хотя бы обычные хлебные сухари. Потолките их и сделайте панировку этого шашлыка. Вот честное слово, панировка очень украсит эти шашлыки. А вот теперь понеси на мангал. На первом этапе жарки шашлыка я жарю на очень ярких углях, постоянно обмахиваю, чтобы они горели еще жарче. Это нужно мне для того, чтобы на шашлыке как можно скорее образовалась хорошая аппетитная такая корочка. И эта корочка, чтобы она удерживала соки мяса внутри. И после того, как у нас обе стороны обжарились, нужно сделать вот что. Нужно уменьшить жар. Если у вас самый мангал, просто уберите половину угля и оставьте как есть. У меня мангал, на котором расстояние до угля регулируется. Посмотрите, я просто-напросто беру и опускаю вот это корыто с углем чуть пониже. Прекрасно. Вот на таком слабом довольно жару этот шашлык теперь и будет доходить. Корочка аппетитная уже образовалась. Теперь мне осталось только взять, накрыть его вот таким подносом. Вы тоже можете подобрать что-то, чтобы накрыть шашлык. Нет, накройте фольгой. И оставьте его так минут на 20. Минут через 20 еще раз перевернете. Пусть заходит медленно и осторожно, чтобы мясо стало мягкое, чтобы мясо от косточек отходило само по себе. Термометр подсказывает мне, что баранина у меня уже вполне готова. 76 градусов. Дальше жарить просто нельзя. Получится сухо, получится очень жестко, получится резиново. А вот свинина, надо измерить температуру свинины. Пока недостаточно. 72, 74, даже 75 градусов. Это еще не готовность свинины. Свинина бывает готова только при одной температуре. не менее 85 градусов. И будьте очень осторожны, будьте предельно внимательны. Пожаривайте свинину как следует. Ну все, дайте не терпеть, не ждать просто невозможно. Ароматы одолевают. Давайте пойдем и съедим этот шашлык. С приятным аппетитом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok